Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в игру Киддом Раш. Ну что ж, поехали. ТОП КЛЫКОВ Вам вовек не сыскать мест сквернее, чем гиблое болото, что предстоит нам пересечь на пути к замку лорда Блэкберна. Собравшиеся ведьмы наполняют воздух своими гадкими песнопениями, которые звучат в унисон с воем диких оголодавших зверей. Эти создания служили некогда великому благородному рыцарю, а теперь из гнилых вот десятки мертвецов глядят на вас своими пустыми глазами. Ух, картинка мерзкая. Ну что ребята, вот так вот выглядит у нас эта местность. Вот здесь будут ведьмы, кстати это моя вторая попытка или даже третья попробовать пройти этот уровень. Пока все безрезультатно. Ведьмы пролетают, волки пробегают. В общем, как-то у меня с обороной все не ахти. Надеюсь, что с этой попытки уже все получится, иначе у меня уже язык болит все время это переозвучивать. Так, давай, друзья мои. Начнем, наверное, с бомбард. Две бомбарды я ставлю вот здесь вот. В принципе, они неплохо держат оборону. Но не стоит забывать, что здесь будут ведьмы. Ведьмы имеют иммунитет к магии, поэтому их нужно бомбить именно лучниками. Так, здесь у меня будут солдатики стоять. Поставим их немножко вот сюда. Так, бомбардочки стоят. И, наверное, нам нужно поставить с вами лучников. Лучники... Нет. Давай вот здесь, наверное, поставим. Раз, два. Вызываем волну. Первую волну. И давай-ка все-таки сюда поставлю еще наших лучников. Ну что, сейчас будет... Здесь будут зомби. Плюс одна мерзость. И отсюда, по-моему, пойдут, да? Или отсюда? Я уже не помню точно. Еще... А, вот, скорее всего, из болота пойдут еще зомби. Поэтому, друзья, Ингвар, он у нас побежал на прокачку. Чтобы как можно быстрее он получил хороший уровень и мог уже достойную, как говорится, помощь вызывать. Так, Ингвар, давай-ка мы с тобой... Да-да, правильно ты делаешь. Вот сюда перемещаемся. Ага. Так, неплохо он пока бомбит. Но это до тех пор, пока не пришла сущность сюда, к нам. Не подобралась. Там уже будет все намного сложнее. Что-то как-то совсем не то, ребят. Почему моя бомбарда бомбит туда? Она же должна сюда... Ах ты. Ладно, соединяем их всех вместе. Вот всех вот в этот пятачок. И накрываем всех вот этим вот астероидным дождем. Вроде бы неплохо, да, получилось? По-моему, нормуль. По-моему, нормуль. Давай бомбардочку я эту прокачаю. С этим я разберемся. Все. Так, у нас здесь гигантские крысы, зомби. Это все ерунда, что сейчас на нас пойдет. Теперь делаем большущий акцент на прокачку наших лучников, друзья мои. Лучники это наше все. Особенно на третьей волне, когда уже пойдут те самые ведьмы. Так. 160 нужно денег. 160 денег. Так. Ну, крысы это ладно, они еще медленно бегут. А вот когда побегут волки, тут уже будет жестко. По-моему, максимум, докуда я доходил, это до... Какой там? До седьмой волны. А их здесь у нас 15, как мы видим. Так что держимся. Крепчаем. Крепчаем. Так. Этот-то у нас хорошо, что прокачан, но надо еще и здесь прокачивать. На одной башне мы с вами далеко не уйдем. Даже на двух не уйдем, потому что, понимаете, мои лучники будут отвлекаться вот на всяких там крыс, зомбарей и тому подобное. Нам это не нужно. Нам это не нужно, поэтому давай. Прокачивать по полной программе. А вот, кстати, и ведьмочки. Они уже готовятся здесь летать. Ну, давай посмотрим. Новый враг. Ведьма. Мрачная, облаченная в черное женщина, летающая на метле, накладывая темные заклинания. Летает, обращает в жаб, не воспринимчиваясь к магии. В принципе, с первой волной я справляюсь. Здесь, по крайней мере, нету никаких зомбарей, они выходят. И вот эти вот лучники сейчас должны неплохо здесь наказать. По крайней мере, большую часть здоровья они отнимут. Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну, считай, до половины отобрали, да, хп-шку. Но этого мало, все равно мало, друзья мои. Нам нужно еще. Вон, вторая ведьма вылетела. Ну, мы будем сегодня зарабатывать деньги или нет? Так, отлично. Идут две мерзости, как мы видим. Вон, смотрите, у нее здоровьица полнехонько. Вон, потому что мои лучники отвлеклись на мерзости, начали бомбить именно ее. Ну, отсюда делаем выводы, друзья. Отсюда делаем выводы, что нам надо, наверное, вот здесь вот поставить. Хотя, какая разница, куда ставить? Скорее всего, нам придется применять дождь астероидный. Не хотел, но другого варианта я не вижу. Или все-таки нет, не достали. Погнали. Ну что же, подбили, но согласитесь, здесь нам просто повезло. Оу-оу-оу-оу, крысы. Бегут. Конечно, нужно с ними разбираться как можно быстрее. Мои солдатики, как всегда, отдыхают, потому что их подбили. А вот и волчары. Вот эти вот волчары сейчас, друзья мои, здесь будут пробегать. Причем очень-очень быстро. Надеюсь, на этот раз никто не пробежит. Хотя, у меня сомнения какие-то есть. Они просто массой свои берут. Так, рыцарей мы немножко прокачали с вами. Помощь я вызвал. Ждем, друзья мои, ждем. Слушай, ну на этот раз намного лучше все у нас получается. Но опять же тебе скажу, что нужно прокачивать стрелков. Не стрелков, точнее, а лучников наших. Надо прокачивать их как можно быстрее. Этот очень долго перезаряжается, очень долго стреляет. Что тоже не есть хорошо. Почему зов предков ты вызываешь так далеко, Ингвар? Вот объясни мне, пожалуйста. Слишком далеко они стоят. Так, ну вот еще. Четыре ведьмы здесь уже будет. Четыре. Плюс скелеты воины. Так, ну что? Здесь-то нам... Так, ты... Ну, естественно, лучше стрелков вызывать. Это понятное дело. Чтобы они... Точнее, мушкетеров. Чтобы они бомбили. Ну что, вызываем волну, друзья мои. И смотрим, сколько они будут наносить повреждения этим ведьмам. У них 480 хп. Сейчас она попадет только в радиус, в зону. И начинает. Но не забывайте, она здесь ползет одна. То есть, мои стрелки чисто бомбят в нее. Но как только пойдут левые враги, да? Они будут бомбить именно их. Всяких скелетов, зомбарей и тому подобное. Вот как здесь, например. Видите? Он уже начинает бомбить в скелетов. Ведьма, то есть, спокойненько здесь будет себе летать. Значит, мне нужно вот сюда, скорее всего, поставить еще лучника для подстраховки. Вот. Вот тут хорошо получилось. Ну, смотри. Смотрите, что он делает. Он стоит и стреляет в скелетов. Вместо того, чтобы бомбить именно по ведьме. Вот только сейчас он начал бомбить ее. Переключился, так сказать, да? Но мне-то от этого уже не холодно, не жарко, друзья мои. Мне от этого не холодно, не жарко. Вот. Вот здесь вот молодец. Вот он ее сразу поймал. За что ты переключился на скелета? Я не понимаю вот это иногда, ребят. Вещи ихней. Мне бы, естественно, не хотелось бы здесь тратить астероид. Но мне, по-моему, придется это сделать. Ну да, друзья. Другого варианта я пока не видел. Так, улучшаем. Так, смотри-ка, здесь подбили. Все пока хорошо. Все на мази, друзья мои. Так, кто у нас там пойдет? Люта Волк. А здесь у нас пойдет Люта Волк. Ну что же, я тебе могу сказать одно. Что дальше вот этой волны я не продвигался. И здесь очень много Люта Волков будет. Совсем мне это не нравится. Бражный зал. Да, скорее всего, Бражный зал. Потому что, друзья мои, они будут, по крайней мере, стрелять по ведьмам. А мне это нужно в первую очередь. Но для этого нужно прокачать метательные топоры. Которые тоже стоят совсем недешево, как мы видим. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Тут раскромсать их всех. Кедри, а не фени. Пока неплохо. Мы с ним справляемся. Отлично даже, я бы тебе сказал. Так, метательные топоры. Ух. Так, со всех щелей ползут, да? Гаденыши. Так, бомбарду надо прокачать нам до Теслы. Судя по всему. Ой-ой-ой, смотри, сколько их тут много. Ладно, справляемся. Отбой. По суперудару. Сколько там хватает? Вызываем, друзья мои. Вызываем нашу Теслу. И теперь прокачивать нам нужно, естественно, статическое напряжение. Лютоволк. Здесь у нас Лютоволк и Лютоволк. Опять Лютоволки? Не понял. А, Волкалак. Некогда грозный воин. Отныне ненасытный кровожадный монстр. Высокая скорость, высокий урон и восстановление здоровья. Знаешь, он мне напоминает оборотня? Какого-то. Ну, да. Так, мне нужна статика. Можно быстрее ее нужно получить. Статическое напряжение. Так. Отлично. Выучили. Ну, да, здоровья у них действительно много. Смотрите. Мы не можем тут с ними справиться. Но статическое напряжение нас выручает. Ой, сейчас вообще красиво все получается. Смотрите. Вот эту бомбарду мы с вами тоже прокачаем. И я думаю, что здесь мы сделаем с вами толстушку Берту. Наверное, так сделаем. Так, опять готовятся ведьмы. Пять штук. Пять штук ведьм собираются нас навестить. Так, здесь мы, наверное, с тобой, знаешь, что сделаем? Да ладно, гарнизон мышкетеров пускай стоит. Нам нужно прокачать наших варваров. А точнее им метательные топоры прокачать. Ну что, вызываем следующую волну. Там пять ведьм, да? Пять ведьм. И смотри, как хитро сделали. Они вызвали на этот раз первых скелетов. А ведьмы, да, вылетают после. А это все сделано специально. Это все сделано специально, чтобы мои стрелки были, как говорится, немножко отвлечены. Ну давай, давай, давай. По ведьмам, по ведьмам, прямой наводкой. Так, прокачиваю топоры до второй стадии. Ах, совсем забыл, что... Что эти... Слушай, а Тесла-то бомбит, кстати, по ним. По летающим целям, оказывается. А я-то думал, что нет. Подожди, я не ошибся. Бомбит ведь? Блин, пока не понять. Ладно, давай вот здесь прокачаем еще. Бомбит, друзья мои. Ух! Так, тогда лучше здесь, наверное, ставить все-таки Теслу, а не Берту. Как ты думаешь? Минус ведьма. Последняя там, да, по-моему, летит. Так, здесь у нас еще там Несси получил достижение. Так, здесь у нас пойдут зомби, здесь зомби, мерзость и мерзость. И шесть ведьм. И шесть, друзья, ведьм полетит. Ну, слушай, ну теперь мне как-то вот кажется хорошо. Я теперь на расслабоне, если честно. Потому что я уже уверен, что я смогу здесь отбиться от них. Хотя, может быть, рано радоваться. Еще, как говорится... Самое начало, это всего лишь девятая волна, еще шесть волн впереди. Тут уже мерзости идут по всем фронтам. Но мушкетюр уже начинает стрелять, по ведьмам. Так, ну что, здесь мы, наверное, с вами сделаем тоже Теслу. Нам только надо накопить финансов. Или все-таки толстушку сделать? Нет, все-таки, наверное, Теслу. Слишком много зомбарей здесь идет. От Теслы, мне кажется, здесь будет больше толку. Мне кажется, что здесь будет от нее больше толку. Ой-ой-ой-ой, смотри. Что-то как-то... Нас, друзья, здесь зажимают. Смотри, как все сделано. Хитро. Две ведьмы здесь у нас на подходе. Нам нужно либо-либо... Я применяю вот так вот. Тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди, подожди. Ведьмочка! Ну, фу ты, елки-палки, подбили. В последний момент, друзья мои. Мы с ней разобрались. Ох ты! Это как это? А где? А где Ингвар-то у меня? Я не могу понять. Ингвар на месте. Все хорошо. Да куда ты побежал-то, Дурила? Беги обратно. Так, Теслу поставили мы здесь с вами. Так, ждем. Друзья, ждем. Потому что тут оборотень. Ё-моё. Могучий воин, превратившийся в чудовищного зверя. В восстановлении здоровья разносчик волчьей болезни обращается в Волкалака. Твою же маковку. Дужили, называется. Тюм, превращает, да? Как всегда, ребята, ведьма тут подкидывает нам соли в еду. Так, Волкалак. Давай, 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 давай. Уничтожаем этих Волкалаков. Нечего им здесь сделать. Отлично, спасибо. Так, здесь нам нужно метательные топоры прокачать до третьей ступени. В принципе. Ну и здесь нужно высоковольтный разряд тоже прокачать. Хм. Я вот думаю, может быть, вот здесь нам установить Берту. Я думаю, что было бы неплохо. Она могла бы здесь прикрывать нам вот эти вот подступы, да? Просто бомбить массовыми атаками. Скорее всего, я здесь поставлю Берту, потому что у нее еще есть ракеты, не забывайте. А ракеты они и воздушные цели подбивают, и наземные. Так что, наверное, мы с вами Берточку здесь поставим. Так. И мне кажется, что где-то надо еще поставить рыцарей. Возможно, даже вот здесь вот. Хотя... Зачем они тут... Нет, все-таки я поставлю, наверное, здесь рыцарей. Но это будет после Берты. Так, с Волкалаком справились. Дальше у нас Волкалаки. Здесь у нас Лютоволки. И здесь Оборотни и Вокалаки, е-мое. Сейчас пойду вот со всех щелей. Это у нас кто? В Волкалаке, да? В Волкалаке точно. Еще ведьмы так противно смеются. Слушайте, ну это для меня в данный момент рекорд, ребята. Я дошел до 11-й волны. С третьей попытки. Первая была как бы ознакомительная. Так, слушай, слушай, слушай. Что-что-что-что-что происходит? Что-то кучкуется все в кучку. Я готов, если что, применить удар этот. По-моему, мы без него, да, разберемся здесь? Да, без него. Прокачка. Ну и старушка Берта. Ай, потратился только что. Ладно, пока все терпимо. Все, как говорится, у нас пока под контролем. Я здесь еще вспомогал, Вку вызову. И, да, толстушка Берта собственной персоной. Чтобы ракеты, нам нужно 187 голды. Ну, то есть 200 монет. И мы начнем с вами уже немножко прапываться. Ох, как тут смачно-то, а? Вот этот пятачок, это просто божественный. Так сказать, рай для моих солдатиков. Потому что все, что за пределами, там просто жесть. Так, ну что у нас тут? Оборотни, волколаки, волколаки-оборотни и крысолаки. Поехали. Так, ну что, ракетная установка. Ух ты, полностью прокачал ракетную установку, ты представляешь? Сейчас будем тут ракетами бомбить. И, конечно, нужно кассетный миномет нам прокачать. Тоже будет полезен. Ой, смачно мы справляемся, это вообще идеально. Так, главное, что две толстушки, ой, толстушки, две Теслы у нас неплохо держат, в принципе, оборону. Ну, сейчас мы прокачаем с вами кассетный миномет и все. И можно будет вообще ни о чем не переживать. Так, смотрим, 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 что тут происходит. Все, все ли под контролем, главное никого не пропустить, понимаешь, да, о чем я. Главное, чтобы всех держать, как говорится, в рукаве. Слушай, и, по-моему, у нас это получается. Кассетный миномет мы прокачали с вами полностью. Вот здесь вот хотелось бы, как они тут потихонечку такие, знаешь, втихаря, как будто я их не вижу, да, тинь-тинь-тинь-тинь-тинька, радуются они. Но не тут-то было. Что нам здесь? Может быть, магов поставить? Но маги здесь, мне кажется, вообще не актуальны. Вот, наверное, можно поставить... Тихо-тихо-тихо, ты куда разогнался, эй, родной? Отдохни. Сколько там? Девять ведьм, скелеты, воины. Сейчас вот эти ведьмы здесь будут, походу, делать полный шабаш. Потому что их, во-первых, здесь очень много. И также здесь очень много противников. То есть нам надо будет бомбить именно ведьм. А вот эти будут нас, естественно, отвлекать по полной программе. Ну, вы сами, наверное, видите, да? Что происходит? Бомбим в кого угодно, только не ведьм. Вот так вот. О, ну ведьма здоровья полнёхонько просто-напросто. Да. Неужели пролетит? Неужели эта мерзость сможет пролететь? Всё идёт именно к тому, что она сможет пролететь. Я её вот здесь вот встречу, друзья мои. Поехали. Вот как-то так. Давай здесь, наверное, вот этих вот поставим с вами. Слушай, ну эти ведьмы не пролетели. И со скелетами мы справились. Всё пока хорошо, всё отлично. Но их тут что-то слишком много. Так. Давай-давай, родные мои, бомбим. Не должна ни одна ведьмышка пролететь здесь. Я ещё поставлю мушкетёров. Слушай, справились. Так, здесь гигантская крыса, 20 штук. Дальше у нас крыса-лак. Плюс опять гигантские крысы. Вызываем. Вызываем, друзья мои. Так, прокачиваем. И... Так, вихревая атака. Это у нас вероятность проведения вихревой атаки возрастает до 20%. Понял. Это я всё понял. Ну, по крайней мере, здесь нет крыс. И это предпоследняя волна. На 15-й, наверное, будет жесть. Там пойдут и ведьмы, и зомби. Все подряд. Так, давай-ка шарапнель, наверное, с тобой будем изучать. Кстати, можно было бы здесь и поставить мага. Да. Поставим-ка мы с тобой здесь мага. Вот этого чародея. Он же замедляет у нас противников, да? Ну, что же. Очень хорошо у нас всё сейчас здесь с вами стоит. Всё поставлено замечательно на уровне. Ни один враг пройти не может. Вот, смотрите, сколько нужно. Два или три раза поиграть в игру, чтобы понять, как действительно тебе нужно здесь расставить свои войска. Ну, что, ведьмы шесть штук. Я думаю, что у них шансов нет. И самое, знаете, что плохое? Что вот мой главный персонаж, он не может атаковать летающих юнитов. Если бы он мог, это было бы, конечно, хорошо. И также не забываем, что вспомогаловка у меня тоже не имеет возможности бросать копья. То есть, подбивать воздушные цели. То есть, я сейчас как бы немножко ущемлён, во всем, в этом. Так, что тут происходит? Ну-ка, дай-ка. Ползут, ползут, ползут. Там ведьмы уже начали летать, плюс оборотни со всех щелей прут. А ведьма ещё даже ни одного урона не получила, ты представляешь? Вон она, здоровенькая. Она получает повреждения только за счёт Теслы. Так. Давай-ка с тобой шарапнелечку выучим, браток. Ну что, тут у нас всё хорошо, всё пучком. Всё отлично, друзья мои. Да, ведьмы, конечно, вредят. Они превращают моих юнитов в жаб. Главное, что ихняя магия не работает против Ингвара. И вот это меня очень удивляет. Почему они не могут Ингвара превратить в жабу? Ха-ха. Очень удивительно. Так, ну что, Ингварочка у нас здесь постоит, а мы с вами, наверное, вызовем здесь и големчика. Нашего красавчика. Вот сюда вот я его поставлю. Вот так вот. Кстати, это последняя волна, друзья мои. Неужели мы её прошли? Да. Хух. И, насколько я знаю, то следующая волна будет... Точнее, не волна, а следующий вот этот вот уровень. Где он появится? Вот здесь. По-моему, он будет последним. Да, это у нас замок Блэкбёрн. Ну, естественно, эту миссию мы с вами будем проходить уже в следующей серии. Так, у нас улучшения есть. Так, наёмники имеют больше здоровья и полностью укомплектованы. То есть, а вот на последней они уже будут метать копья. Отлично. Ну что ж, друзья мои, всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачки вам.